Всем привет, это Recap Worldwide Developing Conference или по простому WWDC, где Apple представляет свои новые версии операционных систем. Итак, презентация традиционно началась с ролика, но на этот раз все было в черных тинах, что как бы намекало на темную тему в iOS 13. Можно было заметить иконки языка Swift, AP Metal, Apple Music и так далее, в общем многие программные продукты компании Apple. После этого начался еще один ролик, где нам показали жизнь типичного программиста. Как они пишут приложения, но в то же время живут самой обычной жизнью, как все. Ну и конечно же все эти люди пишут софт на технике Apple. На сцену вышел Тим Кук и поблагодарил всех за то, что пришли на WWDC 2019. За то, что пишут свои приложения, ведь WWDC это прежде всего конференция для разработчиков. Тим отметил, что они делают лучшие продукты в мире, которые связывают железо, софт и сервисы. И в этом году они запустили такие сервисы, как Apple News Plus, Apple Arcade, Apple Carty и Apple TV Plus. После этого нам показали первый трейлер сериала от Apple о том, что случилось бы, если бы не США, а СССР вступили первыми на Луну. И конечно же все это переходит в отважное сражение США за космос. Назвали сериал For All Mankind. И первой из четырех операционных систем, о которых пошла речь, стала TVOS. Первым релизом стала поддержка нескольких пользователей для TVOS. Переработали Control Center, и при прослушивании музыки теперь показываются слова песен, как в караоке. Для игр в Apple TV теперь есть поддержка контроллеров от Xbox и Sony PlayStation. Ну и конечно же новые заставки не только с космоса, но теперь и подводный мир, снятый в 4K HDR. С TVOS закончили как-то быстро и Тим перешел в Apple Watch. Естественно Apple Watch это самые продаваемые часы в мире, и для WatchOS придумали следующие новые функции. Первое – новые Watch Faces в разном дизайне, чтобы каждый нашел что-то для себя. Появился калькулятор на часах, голосовые заметки при чтении книг, и теперь наконец-то приложение WatchOS работает отдельно, без связки с iPhone. И в связи с этим Apple Watch появился свой App Store, специально адаптированный под интерфейс часов. Что касается спорта и здоровья, то теперь появится тренд активности. Здесь показываются ваши достижения за месяц, есть ли у вас прогресс в спорте или нет, и стоит ли заниматься усерднее. Теперь, например, если обстановка становится слишком громкой, то часы могут посоветовать отойти в более тихое место, чтобы вы не повредили свои ушные раковины. Добавили специальное приложение для женщин, чтобы было удобно отслеживать женские циклы. В общем, кому надо, тот поймет все удобство. Теперь часы будут очень сильно анализировать вашу активность в течение долгого промежутка времени, советовать занятиями спорта и давать подсказки о том, как стоит заниматься, чтобы не навредить организму. И конечно же все это будет происходить только на Apple Watch. Тим возвращается на сцену и переходит к iOS. В общем-то то, ради чего мы тут все с вами и собрались на самом деле. iOS 12 показала самый высокий показатель удовлетворенности, а именно 97%. И конечно не могли не упомянуть Android с их дефрагментацией и малым процентом установки самой последней версии, в отличие от iOS. На сцену вышел Крейг Федерини и представляет iOS 13. И начали с производительности. Первая теперь Face ID будет на 30% быстрее. Уменьшили размер для загрузки приложений и их обновлений, а также уменьшили скорость запуска приложений в два раза, вроде как везде, по крайней мере звездочек нигде не было. И конечно же темная тема для iOS, которая официально называется Dark Mode. Теперь все элементы интерфейса выполнены в темных тонах, все стандартные приложения перерисованы в черных цветах. И наконец-то, аллилуйя, добавили свайпы на клавиатуру. Теперь, когда вы хотите поделиться чем-то на iOS, то будут предлагаться подсказки контактов, как и на Android. И как и на tvOS, при прослушивании музыки также доступны слова, что реально круто и очень удобно. Полностью переработали приложение напоминаний. Теперь приложение может понимать, где вы находитесь, можно добавлять специальные теги, отмечать людей и еще очень много всего. Apple карты также прокачали и они стали похожи на 2GIS, но в России нам это не особо нужно, потому что все это работает только для США. В общем, показали новые фишки для карт, которые давно уже были в Google картах, но, как обычно, переработали многие моменты, выглядят симпатично, но, опять же, только для США. Что касается геопозиций, то добавили возможность использовать геопозицию для приложения вообще только один раз. Придумали новый способ логина, который называется Sign-In с Apple. Используйте PasteID или TouchID и все, вы залогинены на сайте. И разница с тем же Google, как говорит Apple, что вся информация шифруется на 100%. Даже ваш email, причем он будет меняться каждый раз, а не только в первый раз при логине. Интересно, посмотрим на реализацию, но потребуется некоторое время для разработчиков. В HomeKit добавили нотификацию о том, что камеры кого-то там засекли и вам приходит утомление, но, как обычно, все настолько зашифровано, что даже сами Apple не в состоянии это расшифровать. Также добавили поддержку Firewall для роутеров, но работает это только с несколькими производителями. Также в iOS 13 теперь видно не только номер, но если человек использует iPhone, то видно его аватарку и имя, даже если вы с ним никогда не связывались. Прокачали Memoji, добавили много всего нового для того, чтобы можно было создать более уникальный вид, а также теперь можно делать Memoji Stickers, которые будут поддерживаться во всей экосистеме устройств от Apple. В камере добавили новый портретный режим, который добавляет свет на передний план. Переработали обработку фотографий в стандартной галерее, но что самое интересное, также можно обрабатывать не только фото, но и видео. Из коробки очень много инструментов, неполноценный видеомонтаж, конечно, но для начала сойдет, хотя бы для обработки. Добавили новые режимы просмотра фотографий в приложении фото. По дням, месяцам и годам, но с красивыми анимациями, отображениями, лайфото. Есть прикольный режим отображения фотографий отдельного человека по годам, что выглядит очень мило с детьми. Начиная с iOS 13, в AirPods теперь можно читать сообщения и сразу же отвечать на них, не доставая телефон, все работает через Siri. Также можно поделиться музыкой с другими AirPods через AirDrop. И можно попросить Siri включить радио, и возможно это будет даже работать в России, так как это работает со 100 тысячами станциями по всему миру. В CarPlay добавили дэшборд со всей необходимой информацией, переработали календарь, Apple Music и теперь Siri будет работать не только с родными приложениями, но также и со сторонними. В Siri Shortcuts теперь можно добавить сценарий действий, который предложит система, основываясь на ваших действиях. В iOS 13 переработали Text-to-Speech и теперь Siri будет звучать еще более гладко и близко к человеческому голосу. В общем, вот все нововведения в iOS 13, не перечислили даже и 30%, нужно будет разбираться. Теперь iPad это не связующее устройство с iPhone и iOS, для iPad выделена отдельная система iPadOS. Виджеты можно переносить на главный экран, прокачали многооконность, теперь в отдельном окне не только одно приложение, но их может быть сколько угодно и переключаться можно между ними как на iPhone. Можно разделить одно приложение сразу на две части. Работает не только с системными приложениями, но также и со сторонними, тем же Microsoft World. В общем, Apple придумала что-то ни на кого не похожее, главное, чтобы это было удобно и понятно для обычных пользователей. Не забыли и про приложения Files. Добавили мультиколонны, быстрые действия с файлами, перенос целых папок и распознавание флешек или винчестеров. Теперь можно напрямую подключить камеру к iPad и обрабатывать фото в два клика. На iPad теперь работают полноценные сайты в Safari, а не мобильные версии по стандарту. Также добавили загрузки. При работе с документами добавили вскрытый слайд для быстрого перемещения и быстрый перенос курсора при работе с текстом. Также придумали новые жесты для копирования, вставки и отмены действий через три пальца. Больше не нужно трясти iPad для отмены действия. Добавили инструменты для Apple Pencil для сторонних приложений, чтобы расширить возможности карандаша. А из скриншотов можно делать отдельные документы, как длинные скриншоты для веб-дизайнеров будет очень удобно. В общем, теперь для каждого девайса есть своя операционная система. Для часов, TV, iPhone, iPad и конечно же Mac. И нежданщик представили новый Mac Pro с офигеннейшим дизайном и каким-то невероятным монитором. Все жаловались на то, что ведро нельзя было обновить, так вот теперь новый Mac является фактически полностью модульным. Поддерживаются процессоры до 28 ядер, полтора терабайта оперативки, я надеюсь все правильно понял, и 300 ватт питания для всего этого. Что касается графики, то помимо стандартных PCI-разъемов добавили одновременное подключение видеокарт с DisplayPort. Первая поддержка от AMD с возможностью подключения до двух видеокарт у каждой по 28 терафлопс мощности. Также представили новый девайс для видеомонтажа, который расширяет возможности и позволяет монтировать одновременно до 3 роликов по 8К или 12 роликов по 4К. И все это безумие будет не только невероятно мощным, но также и тихим, как обычный iMac. Забавный факт, для настоящих профи добавили колесики для перевозки Mac Pro. Киноделы оценят, все самые крупные игроки рынка заявили поддержку Mac Pro. По поводу демонстрации возможностей. Например, в Logic Pro можно одновременно работать с 1000 дорожек в реальном времени, и это нагружает Mac Pro всего до 75%. А в Final Cut монтаж 8K RAW HDR вообще не ощущается. Эффекты с таким разрешением с тремя одновременными роликами добавляются в реальном времени. Мой MacBook Pro, на котором я сейчас монтирую, бы уже сгорел просто. Также, как я уже сказал ранее, представили и какой-то невероятный 32-дюймовый 6K Retina Display Pro Display XDR. Прошифровывается как Extreme Dynamic Range. Я не записал все навороты, которые они туда добавили, потому что я попросту не знаю таких слов. Его даже можно переворачивать в портретный режим, чтобы редактировать фоточки в Instagram и параллельно писать код, как сказали Apple. И конечно же, Apple без лишнего пафоса сказали, что это лучший дисплей, который вы только сможете найти на Земле. Что по ценам? Новый Mac Pro начинается от 6000 долларов, а Pro Display XDR стоит 5000 долларов. И для того, чтобы работать на этом монстре Mac Pro и других компьютеров Mac, обновили macOS. Новый релиз называется Catalina. Что касается iTunes, то теперь эпоха легендарной программы закончилась. Теперь это три отдельных приложения Apple Music, Podcasts и Apple TV. А всю информацию об устройствах перенесли в Finder. Появилась новая функция Sidecar. Теперь официально можно использовать iPad, как второй дисплей для macOS с поддержкой Apple Pencil. Художники обладируют стоя. Voice Control. Теперь всей операционной системой и не только macOS, а также iOS можно полностью управлять голосом. Это реально огромный шаг вперед для людей с ограниченными возможностями. В этом плане Apple огромнейший респект. Переработали Find My iPhone. Теперь это просто называется Find My iPhone. Например, вы потеряли MacBook и даже если он находится в режиме сна, то он все равно будет издавать небольшие Bluetooth волны, а другие устройства Apple это подловят и передают зашифрованную информацию вам, чтобы вы могли найти его, даже если на этом MacBook не будет интернета. Project Catalyst. Приложения, разработанные для iPad, могут быть портированы на macOS. Это продолжение Project Marzipan. С сегодняшнего дня разработчики могут официально переносить iPad приложения на macOS. Все, что нужно, это только подготовить нужные разделы, а все остальное сделает система. Например, разработчики Asphalt 9 перенесли игру всего за один день, а Twitter перенесли всего за пару дней со всей его функциональностью и родной пользовательский опыт от iOS теперь доступен и для macOS. Не нужно писать несколько версий приложения для разных устройств. Все переносится на устройства с одного кода iPhone, iPad и Mac. Таким образом, Mac App Store пополнится миллионом новых приложений и все, что нужно, это небольшие усилия разработчиков без необходимости переписывать все заново. Не забыли и про AR. Теперь это может работать в реальном времени и взаимодействовать с людьми или делать motion capture. Для особых игроманов можно даже играть в Minecraft через AR. Вы даже не представляете, сколько детей сейчас побежало просить своих родителей купить им новый iPhone или iPad. На самом деле, покажи такое даже 5 лет назад, все бы не то что охренели, никто бы попросту не поверил, что такое возможно на самом обычном iPhone или iPad. И что касается языка программирования Swift от Apple. Представили SwiftUI, это новый фреймворк для Swift. Вот, например, старый код на Swift, а вот тоже самое, но с SwiftUI. Вообще, Apple превратили программирование в конструктор, где вы переносите большую часть интерфейса просто на iPhone, а нужный код сам дописывается. Все работает в Live режиме и новое приложение можно протестировать сразу на устройстве, просто подключив его к MacBook. Разработчики аплодировали чуть ли не стоя. Если вы думали над тем, что учить для разработки мобильных приложений, то я думаю, вы сами все поняли. Нужно лишь купить MacBook и iPhone. Все остальное за вами. Как обычно, беты доступны с сегодняшнего дня, а полноценный релиз произойдет осенью. В общем, Apple реально огромные молодцы лично, мне презентация очень понравилась. Это, пожалуй, одна из самых насыщенных презентаций за все время. Компания явно знает куда идет и делает каждый шаг с прицелом на будущее, что не может не радовать. Пишите ваши мысли в комментариях, что вам понравилось больше всего. И как обычно, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.